уважаемые рыбки всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию дару прогноз на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно какой для вас будет последняя неделя этого месяца что она вам принесет и о чем вам нужно знать сегодня мы будем просматривать все как обычно все что касается дома семьи личной жизни взаимоотношений также профессиональную серию все что связано с работой с карьерой с возможными доходами расходами рассматриваем кредитные линии долговые обязательства для тех у кого они есть подводим итоги этой неделе также будут карты скрытых факторов в них может быть как позитив так и негатив все будем с вами разбирать и в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания так карта которая достану самые последние после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании колода настраивается на вас напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотры вы можете делать также и по асценденту и по своему основному знаку зодиака это и другое верно таким образом у вас будет больше информации для сравнения колода готова и я приступаю выкладки уважаемые рыбы все карты перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада сразу обращаю внимание на то что в центр выпала карта старшего аркана влюбленных под этой картой я наблюдаю также старший аркан правосудия и рядышком папеса верховная жрица то есть по факту три старших аркана подобрались вот вместе выпали рядышком это говорит о том что для многих из вас эта неделя будет важна определенным выбором что-то на чашах весов вашей жизни и в чем-то вам нужно принять правильное вымеренное решение по папой сипу верховной жрица я вижу сомнения я вижу что из-за чего то есть двойственность я вижу что вы как будто бы чем-то осторожничаете или не уверены или вы просто выжидаете время пытаетесь вникнуть какую-то ситуацию для того чтобы не совершить ошибку также в раскладе я вижу пять карт монет а это говорит о том что для многих из вас очень важна тема финансов доходов заработка все что касается основной работы для тех кто при работе тем более что первой картой для вас выпал король монет а это говорит о том что уже в начало этой недели вы входите с рабочим настроением так как карта мужская начну с мужчин если меня смотрит мужчины рыбы то по этой карте возможно вы в начале этого периода проявляете свои лучшие профессиональные качества деловые качества карта может показывать любого рода переговоры договора рабочего характера когда вы что-то пытаетесь полностью контролировать или просчитывать наперед но по этой карте я вижу что вы способны зарабатывать и неплохие деньги так как карта материально она может говорить о том что к вам поступает прибыль если говорить о женщинах то на вашу жизнь большое влияние может иметь мужчина с которым вы будете связаны или финансами или работой возможно это мужчина стихии земли это может быть телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно это может быть и любое другое мужское лицо с которым вы обсуждаете какие-то важные моменты сама по себе карта стабильная и уверенная она говорит о том что в начало этого периода вы входите многие уверенными в себе женщинам вот эту дополнительную уверенность будет придавать в каких-то вопросах мужчина на которого вы в чем-то сможете опереться в общем карта хорошая поэтому она говорит о том что все важные дела и проекты вы можете начинать прямо с понедельника хорошая карта для любых рабочих деловых вопросов и на входящие события выпала королева мечей две подряд идут фигурные карты мужчина и женщина то есть здесь будет важный разговор мужчины и женщины если говорить о женщинах рыбках по королеве мечей я перед собой вижу женщин с очень твердым волевым характером и вы по силе своего интеллекта логики знания многим мужчинам не готовы уступать вы показаны как железная леди и если вы перед собой ставите какую-то цель вы способны ее достигать но эта карта говорит о том что жизнь ранее преподносила вам очень много испытаний и скорее всего и в данном периоде есть какие-то сложные задачи которые вам нужно решать здесь и сейчас потому что королева мечей говорит о том что вам нужно принимать скорее всего уже на этой неделе какие-то срочные важные решения по королеве мечей это могут быть любые вопросы связанные с документами с бумагами может быть карта просто показывает любую информацию которая для вас важна как будто бы вы постоянно что-то анализируете вы показаны как женщина которая способна за себя постоять и многие вопросы решит даже без мужской помощи также эта королева говорит о том что если что-то не по вас вы тут же готовы кому-то что-то высказать или конкретного человека поставить на место для кого-то карта королева мечей может показывать не обязательно вас милые женщины она может показывать любую другую женскую особу стихии воздуха это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу или любая женщина с которой вы связаны работой делами может быть какими-то официальными вопросами и для кого-то королева мечей может показывать женщину при должности при определенном статусе это может быть женщина врач и военная политик но это может быть даже любая другая дама от которой также что-то вашей жизни зависит но я вижу что из-за какой-то женщины вы будете очень нервничать в центр вашего расклада выпала карта любовников в классическом таро это карта влюбленных для многих из вас на лицо может быть тема личных отношений она может выходить на первый план то есть вас сейчас может волновать все то что вашей личной жизни но все что касается работы и профессиональной сферы для вас не менее важно тут может быть и выбор в личной жизни и выбор в профессиональной сфере то что касается личной жизни если вы с кем-то в отношениях явно будет желание партнера проверить для кого-то карта может говорить о наличии треугольников и если вы об этом знаете если действительно так и есть вы терпеть явно этого не собираетесь потому что карта правосудия говорит о том что будут очень серьезные разговоры или или по-другому никак то есть вы партнера поставите перед выбором для профессиональной сферы карта очень неплохая потому что она показывает выбор возможностей и вариантов и на внешний мир выпала двойка монет то есть карта может показывать дополнительные доходы подработку или то что кто-то пытается совмещать одну работу с другой у вас могут быть деловые партнеры может быть есть какой-то конкретный человек на которого вы возлагаете определенные надежды но если у кого-то действительно именно на эту неделю предстоит подписание важного договора то по этой карте вы со многими людьми способны достигнуть согласия и эта карта может показывать баланс и жизненное равновесие которая благодаря общению с другими людьми у вас имеется рядышком активная карта пожар жезлов которая может показывать очень много разговоров переговоров телефонных звонков любой информации когда вы сами возможно пытаетесь что-то инициировать кого-то чем-то увлечь вы сами чем-то интересуетесь потому что вы как постоянный ученик сколько бы вам не было лет вы чему-то хотите учиться или учитесь для многих из вас может быть важна тема ваших детей их дальнейшего образования роста или их выбора в работе потому что по поводу детей тоже могут стоять серьезные и важные темы в особенности у тех у кого дети взрослые или дети подростки в дом ваших финансов выпала довольно таки сложная карта четверки мечей а это говорит о том что то что касается финанса все-таки вас может огорчать поэтому для многих и важна тема доходов и ваших расходов я так полагаю что в прошлом из-за денег у вас на кого-то есть обиды или у вас кем-то были конфликты или были какие-то неясные ситуации финансового характера и ощущение того что вы что-то не могли сделать или не могли исправить и сейчас ситуация может оставаться прежней по поводу прошлого то есть если у вас есть собственные должники люди которые вам что-то должны по этой карте свои собственные деньги крайне сложно вернуть я не вижу того чтобы вам могли вернуть или хотели вернуть если у вас есть собственные долги то же самое тут могут быть проблемы с отдачей лично ваши есть причины по которым мы видим сложности вы очень сильно переживаете по этому поводу потому что четверка королевы мечей может показывать буквально болезненное состояние из-за темы финансов но возможно кого-то волнуют вопросы здоровья и тут может быть вам нужно подтянуть или собственное здоровье или здоровье кого-то из близких поэтому может быть необходимо лечение и в вашем случае карта королевы мечей может действительно показывать женщину врача но помните о том что чего бы вопрос не касался работы личной жизни карьеры вашего дальнейшего будущего или настоящего у каждого из вас свои важные задачи в этом периоде не забывайте о том что у вас будет выбор вариантов а это важно по факту по карте влюбленных ваш выбор во многом предопределен уже высшими силами как будто бы внутренне вы знаете как вы поступите но почему-то еще немножечко сомневаетесь так как ваш расклад закрывает карта правосудия эта карта кармы судьбы она говорит о том что в этом периоде действительно важно не допускать ошибок и также вы сейчас должны подкорректировать что-то по прошлому исправить те ошибки которые допускали ранее если у кого-то есть открытые суды спорные вопросы которые проходят через госдома через госструктуры через официальные лица может быть у кого-то не в порядке какие-то бумаги или документы и вот этим всем ближайшее время нужно заниматься и вносить ясность по правосудию возможно у вас не хватает информации или должных знаний закона или еще чего-либо и в вашем случае королева мечей показывает поиск информации но вы способны ее найти и у вас будет больше ясности я вижу что у вас есть друзья есть люди которые на вашей стране или которые готовы вам всегда помочь это те на кого вы можете рассчитывать я вижу что вы стараетесь быть справедливыми в отношении других людей вы стараетесь делать хорошие дела творить добро но в отношении себя вы также хотите честного отношения других людей то что касается рода дома семьи эта карта может захватывать и близких людей которые для вас важны потому что она может показывать проблемы ваших близких когда возможно вы кому-то должны помочь что-то решить и что то сделать поэтому по этим картам на вас возложена огромная ответственность и по верховной жрицы не исключу это что возможно вы даже будете кому-то обращаться за дополнительной помощью или советом потому что папа са в вашем случае может показывать женщину со способностями таролога астролога психолога или просто любую важную женщину которая для вас может быть как наставница как учитель как авторитетное лицо который вы можете что-то доверить но эта карта показывает и вашу гипер интуицию и гипер чутье вы должны прислушиваться к своему внутреннему голосу те ошибки которые вы совершали ранее в их как раз потому и совершали потому что не прислушивались к себе тем временем когда высшие силы вам давали подсказки давали знаки вы их могли игнорировать эта карта показывает повышенное внимание в этом периоде об этом говорит и королева мечей как будто бы вы с кем-то выдерживаете субординацию вы далеко не каждого впускаете в свое приватное пространство и прежде чем принимать какие-то решения вы долго вынашиваете определенные идеи но если начинаете действовать то вам нужно получить определенный результат наверняка карта попесы может показывать что-то тайное скрытое может быть вы для кого-то являетесь такой таинственной личностью окруженной тайнами или секретами по этой карте к вам могут приходить люди изливать душу что-то рассказывать и возможно вы действительно являетесь хранительницей тайн других людей но я вижу что у вас есть и свои секреты что-то то что вы не хотели бы обсуждать также по этой карте вижу что для вас в этом периоде важно что-то не растратить не потерять а накопить в том числе и жизненную энергию поэтому для вас важно жизненное спокойствие жизненное равновесие поэтому старайтесь не нервничать и любые решения принимать в спокойном состоянии а по королеве мечей я вижу что бывают эмоциональные бури когда вам сложно себя контролировать тем более что эта карта выходит на четверку мечей на семерку мечей в скрытых факторах семерка мечей в скрытых факторах говорит явно о том что у вас есть враги или завистники что интересно я вижу что исходит негатив от мужчины из прошлого кто этот мужчина вам виднее так как в раскладе мы видим двойку монет эта карта говорит о том что вам постоянно приходится сейчас своими финансами балансировать так чтобы денег хватало на все в этом периоде не стоит проворачивать никаких не крупных немалых сделок лучше чем-то пока воздержаться поэтому карты говорят о том что нужно поработать какой-то информации либо выждать время либо еще во что-то вникнуть давайте все же возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу тех рыбок которые при работе и также возьмем карты для тех кто пока не работает для тех кто при работе для вас выпал паш чаш эта карта говорит о том что вас явно что-то порадует это творческий подход каким-то процессом это может быть чья-то дружба чей-то интерес в отношении того что вы делаете карта может показывать какие-то переговоры которые могут пройти успешно и карта также может говорить о том что возможно в самой работе вы сейчас также пытаетесь чему-то учиться это может быть любая дополнительная информация которая может поднимать ваш уровень и возьмем для вас карту на совет на совет выпал четверка чаш эта карта говорит о том что вы очень много и часто анализируете свою жизнь в том числе и рабочие моменты вам постоянно может казаться что вы где-то что-то упустили или что-то сделали не так или что-то не учли в прошлом вроде бы в дни сегодняшнем все не так уж и плохо но вы все равно не испытываете полного довольства и карта может показывать хандру или такое меланхолическое состояние эта карта может говорить о том что просто нужен отдых или больше отдыха я вижу что у вас есть надежные тылы поэтому временную передышку паузу в работе вы можете сделать ваша работа от этого никак не пострадать если вы себе возьмете больше отгулов или выходных также возможно по этой карте к вам кто-то идет с какими-то предложениями разговорами но не вы не все предложения принимаете или сами может быть от чего-то отказываетесь главное чтобы вы не упускали шансы заработать по влюбленным конечно многое в работе может пересматриваться смотрим что нужно знать тем кто в этот период вошел не работая для вас выпала карта старшего аркана императрицы если меня смотрит женщины вы очень талантливая особо и показано что вы могли бы иметь свое дело и сами могли бы что-то развивать возможно у вас у кого-то уже есть свои проекты которые могут приносить вам доходы эта карта показывает и дальнейшее развитие и благодаря тому что вы развиваетесь сама и вашим близким людям вы будете многим помогать многих наставлять вы для кого-то можете быть как путеводная звезда и кто-то с вас может брать пример вы можете быть и прекрасной матерью прекрасной хозяйкой в доме в то же время вы можете и зарабатывать и не зависеть от других мы здесь видим не просто императрицу мы здесь видим императрицу с рогом изобилия а это говорит о том что вас ждут действительно очень хорошие доходы или возможности которые вы сможете использовать на сто процентов если говорить о мужчинах то на вашу жизнь может влиять очень значимая женщина по королеве мечей мы видели одну особу по императрице это абсолютно другая женщина к советам которой вы должны прислушиваться и я вижу что женщина вам чем-то будет помогать или женщина для вас будет как музыка вдохновительница вдохновляющая замечательная карта возьмем еще одну на совет на совет выпала карта пятерки жезлов постоянная борьба карта показывает склоки конфликты или то что вы может быть находитесь в неблагоприятной обстановке и рядом с вами могут быть показаны чьи-то дрязги но вы так или иначе можете быть втянуты в определенные споры тут также есть чата зависть и может быть даже злоба в отношении вас те кто работу настойчиво ищет по императрице работу вы явно можете найти и найти что-то для себя достойно и я уже говорил о том что если меня смотрит женщины вы могли бы кто-то иметь свой проект свое дело и даже не один даже если вы сейчас смотрите за детками вы по другим причинам дома неважно по каким причинам вы пока не работаете по-любому эта карта гарантирует вам развития в будущем поэтому если есть какие-то творческие идеи замыслы вы обязательно должны идти за своей мечтой ну а теперь посмотрим что происходит в вашей личной жизни и в начале заглянем к нашим семейным парам для семейных пар выпала семерка чаш и карта пожар жезлов семерка чаш показывает мечты надежды какие-то желания не удовлетворенные нереализованные в этих отношениях поэтому вы мечтаете о том чего вам не хватает ну я думаю понятно в вашем подсознании я вижу опять-таки желание быть финансово независимыми и для вас очень важна финансовая стабильность ваша финансовая подноготная если говорить о том что в подсознании вашего партнера или партнерши я вижу что есть еще одна женщина который думает ваш партнер скорее всего это мать это может быть женщина старшая в роду сестра тетя с которой у вас тоже могли быть не всегда простые отношения я смотрю на эти две карты и у меня ощущение того что вы оба не хотите как бы сейчас ничем особо заморачиваться вы оба не хотите принимать никаких важных решений в отношении дома быта но тема детей вас может волновать у тех у кого есть дети или ребенок сейчас важно то что происходит у ваших детей дети творческие но им нужна ваша помощь я не вижу того чтобы вы расстались но в душе может быть очень много вопросов порой вы начинаете сомневаться в своих чувствах или в партнере поэтому и выпали такие достаточно сложные карты если меня смотрят все пары которые например уже находятся в состоянии развода или вы хотите развестись я вижу что бракоразводные процессы могут быть довольно таки сложными затяжными когда что-то делится когда кто-то кому-то в чем-то не хочет уступать но теперь посмотрим что у наших свободных рыбок для свободных выпала девятка пентаклей карта короля жезлов и карта верховной жрицы в общем-то для наших свободных карты неплохие по девятки монет я вижу что у вас и с деньгами может быть неплохо и мужское внимание есть потому что рядышком король но вы и сами умеете зарабатывать и мы видим еще по пессу еще одну женщину если меня смотрят женщины это может быть опять-таки ваша мать какая-то женщина из дома из семьи но возможно это что кто-то имеет отношение с человеком не свободным потому что по этим картам это могут быть отношения из разряда тайных поэтому и выпала карта влюбленных в центр и скорее всего одна женщина знает о наличии другой то есть если вы любовница то скорее всего жена того человека с которым вы вместе догадывается о том что вы у него есть или о чем-то знает потому что могла доходить информация до этой особы эти карты говорят о том чтобы вы пока ничем не спешили хотя я вижу что отношения в любом случае развиваются они не тормозятся но у вас в душе будет еще очень много вопросов и сомнений может быть именно поэтому кто-то и будет обращаться к людям со способностями для того чтобы понять как вам двигаться дальше в личной жизни ну а теперь давайте посмотрим что в скрытых факторах вскрытые факторы выпала семерка монет семерка мечей и восьмерка монет две карты монет и две семерки две семерки говорят о том что очень много сплетен кто-то постоянно вас осуждает вам перемывают косточки о вас говорят вы кому-то явно не безразличны кто-то из-под тяжка пытается разузнать о ваших делах о том что происходит и в вашей личной жизни и в профессиональной сфере но делают это весьма осторожно так чтобы вы о чем-то не догадывались а в этим временем увлечены чем-то своим работой делами ежедневный труд по этой карте вижу что вы можете зарабатывать деньги но для тех кто работает то дело которым раньше когда-то вы были увлечены у вас горела душа у вас горело сознание то есть вам хотела что-то развивать было масса идей было желание этого развития то сейчас как бы немножечко все идет на спад есть некоторое разочарование может быть усталость или не удовлетворенность теми финансами которые вы имеете потому что вы все-таки хотели бы зарабатывать больше и карта может говорить о том что вы достаточно много физически отдаете усилий у кого-то это может быть эмоциональный труд но здесь тоже могут быть нагрузки которые финансово вас не совсем устраивают но по восьмерке монет я вижу что вы будете пытаться ситуацию исправить вашим рабочим достижением или тому сколько вы зарабатываете тоже кто-то завидует или кто-то считает ваши деньги потому что вот вы сидите работаете вы не думаете об этих людях но тут кто-то стоит за вашей спиной и судачит и все время кто-то сунет нос ваши дела две материальные карты конечно радует я вижу что по большому счету ваши враги вам особо навредить не могут но могут пытаться даже только тем что разводятся какие-то сплетни может быть кого-то против вас настраивают именно поэтому в расклад для вас и выпала карта завышенного чувства справедливости вы хотите чтобы в чем-то вот эта самая справедливость вас торжествовала это говорит о том что были обиды на кого-то они есть и сейчас по этой карте многие из вас даже выходные дни не отдыхают и не расслабляются такое впечатление что ваше сознание постоянно напряжено потому что даже выходные дни во первых вы оцениваете то как прошла неделя что вы сделали что вы не сделали что еще предстоит на последующую и опять масса задач вашей голове есть какие-то вопросы которые по-прежнему будут до конца не закрыты и по-прежнему вас будут волновать то есть карты говорят о том что за неделю то что сейчас сложностях за эту неделю конечно же не решится потому что на что-то нужно время и давайте посмотрим на карту дополнительного совета или карту в форс-мажора десятка жезлов карта тяжести но в то же время она говорит о том что да много целей много задач вижу цель не вижу препятствий и любой ценой я достигают то что я задумываю но здесь ключевая фраза любой ценой потому что что-то вы делаете в ущерб своему здоровью карта показывает нагрузки то что касается здоровья стоит многим из вас обратить внимание на опорно-двигательный аппарат может быть общую усталость могут быть боли в спине позвоночник поясничный отдел шейный отдел голова ноги руки мышцы не забывайте отдыхать потому что карта показывает огромные нагрузки ну а теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта луны старший аркан конечно карта говорит о том что вопрос огромнейшей важности и связан для вас с большими волнениями и переживаниями по поводу вашего вопроса вы скорее всего уже на терпелись наплакались намучились и до сих пор в чем-то нет ясности эта карта показывает нестабильность в вашем вопросе и также нестабильные ваши эмоции по поводу того что происходит эта карта говорит о том что как будто бы по-прежнему что-то скрыто от ваших глаз или вас кто-то в чем-то вводит в заблуждение или вам может казаться что вам кто-то все время лжет но опять-таки несмотря на то что эта карта волнение она лишний раз говорит о вашей интуиции поэтому где-то ваши предчувствия страхи могут быть не безосновательны и что-то из ваших переживаний может впоследствии подтвердиться или проявиться но немножечко позже также эта карта говорит о том что как до конца сентября так может быть еще и до конца октября вот эти волнения могут оставаться и я вижу что ваш вопрос зависит еще от каких-то людей может быть конкретного человека но явно по этой карте кто-то вам или будет мешать или кто-то очень не хочет чтобы вы получили то о чем вы думаете а рядышком королева мечей показано что вопрос для вас очень серьезный то что вижу по раскладу если заглянуть немножечко глубже позже все таки наступит ясность и понимание но вам над чем-то нужно будет потрудиться или добыть какую-то информацию или просто действительно выждать время чтобы в чем-то появилась больше ясности давайте возьмем несколько дополнительных карт из иракула дыхания ночи и посмотрим о чем расскажет эта колода вы можете даже подумать о своем вопросе потому что вижу что вас очень сильно это беспокоит и волнует вы можете подумать о чем угодно вы можете даже не думать ни о чем но все равно карты выдадут то что должны выдать для вас выпала кукла воду карта вольта явно тут присутствует магия эта карта может также показывать пробои в вашей энергетике и возможно раньше что-то было вы сталкивались с порченными программами но рядышком выпла карта лотоса я вижу что вы можете восстановить свою защиту эта карта божественного проведения высших сил которые будут вмешиваться в вашу жизнь для того чтобы вы нашли выход из той ситуации в которой могли оказаться эта карта выздоровления восстановление божественного вмешательства и возьмем еще одну карту карта сердечко то есть здесь по этой карте что-то глубоко личное либо в личных отношениях у кого-то могли быть привязки присушки рассорки но это может касаться и вопросов семьи родни у кого-то из вас и возьмем для вас еще одну дополнительную карту как на совет и на возможное развитие событий карта гроба эта карта говорит о том что что-то вашей жизни должно разрешиться произвольным образом но из-за чего то конечно вы еще будете немножечко страдать такое чувство что вам сложно что-то отпустить или сложно что-то принять еще одна карта эта карта механизма она говорит о том что что-то уже в действии что-то уже запущено и скорее всего очень давно и тут также может работать причинно-следственная связь как будто бы какие-то события закономерно происходят именно с вами и возьмем еще одну карту карта якоря все-таки показывает стабилизацию той или иной ситуации для вас впоследствии но достаточно было и центральной карты лотоса высших сил но мне хотелось все-таки немножечко вникнуть заглянуть поглубже в то что у вас на сегодняшний день так сильно волнует или беспокоит подношу вам эти карты поближе для того чтобы вы их смогли рассмотреть уважаемые рыбки таким для вас был расклад на этот период всем замечательной недели благодарю вас за просмотры оставляйте обратные комментарии пишите как этот расклад с вами проигрался был ли он вам интересен и полезен подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан я не прощаюсь с вами я вас всех непременно жду на следующей неделе всем до свидания